Наш разговор про жизнь. Мы сегодня решили посвятить раку. Почему рак возникает? Почему эта опухоль растет и организм ее не замечает? Почему бывает поздно? А главное, как раковую опухоль убить и увидеть? У нас первый гость. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Танечка, вы к нам откуда прибыли? Я из Москвы. Москвичка, чем вы занимаетесь? Ну, на данный момент я не работаю, вообще у меня педагогическое образование. Скажите, вот вы знаете, как вы лично или ваш организм защищается от рака? Вообще он от рака защищается или нет? Наверное, как-то он защищается, иначе бы тогда болели бы все. А все-таки раком же болеют все-таки не все. В общем, много здоровых людей. Ну вот вы лично как защищаетесь? Я пью красное вино. Это полная чушь. Полная чушь. Доказано никакого влияния на рак красное вино не оказывает, так же, как не влияет ни на сердце, ни на что. Компания Глакса Велком, это мировой гигант фарминдустрии, потратила на это 739 миллионов долларов. В надежде доказать вот примерно что-то такое. Но, к сожалению, доказали, что ничего не действует. Кроме поноса и рвоты, больше ничего. Поэтому это полная чушь. Так что вы не защищаетесь. Но на самом деле наш организм имеет свой онкодозор, имеет свою противораковую защиту. Какую, Андрей Петрович? Это система иммунитета. Система иммунитета, как мы неоднократно говорили, защищает нас не только от вирусов и микробов. Она наблюдает за клетками в нашем организме, следит за тем, чтобы они не перерождались в раковые. А если вдруг обнаружит перерожденную клетку, измененную клетку, то тогда ее определяет и убивает. Эту функцию несут на себе Т-клетки. Чаще всего это Т-клетки-киллеры, специфически наученные определять перерожденные чужеродные раковые клетки. Вот сейчас мы покажем вам, как работают эти Т-киллеры. Итак, ежесекундно в нашем организме идет анализ клеток. Вот примерно так. Раз. Я передаю вам. Вы Андрею Петровичу. Вот я определяю специальные. Есть рецепторы свои. Они хорошие. Вот свои рецепторы. Все нормально. Отпускаю. Одные. Два. Вот так берите, как мы. Да. Вот свои. Своя клетка забрал, положил. Следующая. Тоже своя, хорошая. Забрал, положил. А вот другая. Раз. Нет, не своя, не то. Неправильная. Ощупал, посмотрел. Это фактически так и происходит с рецепторами. Не те рецепторы, плохие рецепторы. И, как сказал, вынул ножик из кармана. И все. Убил. И фактически... Каждую секунду. Т-клеткилер. И натренирован убивать клетки, которые не подходят под его понимание родной нераковой клетки. Мы принесли сюда продукты. Что это за продукты? Это продукты, богатые селеном. Потому что селен – это микроэлемент, необходимый для хорошего функционирования клеток нашей лимфоидной защиты. Стабилизации мембраны и тех ферментативных процессов, которые позволяют передавать импульс, направленный на убиение раковых клеток. Это бразильский орех, это тунец, это творог, это лосось. Это хлеб цельнозерновой. Вместо красного вина. Красное вино – чушь. Это вкусно. Поэтому не тратьте на него время. Ладно? Хорошо, спасибо. Садитесь, пожалуйста. Итак, первое. В нашем организме существует собственная противораковая защита, которая должна функционировать. Почему же раковые клетки могут от нее скрыться? У нас следующий гость. Как вас зовут? Здравствуйте, меня Ирина зовут. Ирочка, вы к нам откуда прибыли? Я в Москве живу. Тоже из Москвы. А теперь скажите мне, что же происходит? Почему, если у нас такой онкодозор? И почему он не работает? Почему он не работает? Почему раковая клетка умудряется как-то ускользнуть от всех? Ну, мне кажется, внешние факторы какие-то влияют. Наверное, скорее всего, воздух. Продуло? Воздух. Ну, естественно, неврозы. Неврозы, человеческое состояние, да? Ой, может быть, сразу говорим вам. Герман Шаевич, расскажите, почему? Да, потому что эти клетки преступники, как преступники, которые грабят банк, они умеют маскироваться. И происходит очень просто. То есть, эта клетка, у нее есть специальный фермент, с которым она входит в кровеносное русло. Я вам дам этот специальный фермент. Итак, первое, это единственные клетки, которые могут разрезать любую мембрану и куда-то проникнуть. Первое режется базальная мембрана, потом мембрана сосудов. Она вошла в кровяное русло. И тут наши стромбоциты, которые ответственны за свертывание крови, просто окутывают раковую клетку. И наши клетки ответственны за защиту. Ее узнать не могут. И раковая клетка плывет в кровоток дальше. Когда текилер проходит, я говорю, да хочу убить. Нет, ну это же моя клеточка, это же моя клеточка. И таким образом раковая клетка проходит в другой отдел. Идите ко мне. Вы будете в роли раковой клетки. Заплываем с вами сюда. Идите, идите, идите. Она плавает по кровотоку. Потом опять разрывает стенку сосудов. И приходит в другой орган. Там она начинает размножаться. И таким образом появляется опухоль или метастаз. Вот в чем суть. Так вот, вообще говоря, величие современной медицины, конечно, состоит в том, что рак научились лечить. Как? Об этом поговорим со следующим гостем. Спасибо вам большое. Садитесь, пожалуйста, ждем следующего гостя. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Марьяна. Марьяночка, вы откуда? Я из Кабардино-Балкарии. Да вы что, из Нальчика? Почти что. А откуда, откуда? Пригород Нальчика, город Чиген. Потрясающее это счастье, что к нам приехали люди из Кабардино-Балкарии. Как вы думаете, вот что идеологически должна была придумать современная медицина, чтобы обнаружить эти клетки, которые покрылись тромбоцитами и никто их не узнает? А представляете вообще, какая у нас профессия? Какие вопросы мы решаем сегодня? Это сказка. Сказка. Все молодые люди, которые тут сидят, идите в медицинскую, нет лучше дела. Подсказываю. Вот пришел человек одеться абсолютно так же, как все, но он преступник. Что его может выдать? Какая-то особенность. Да. Так, значит, мы должны у этой клетки найти особенности или показать нашим клеткам тело, что это чужеродный элемент. Ну, для этого мы научились распознавать, какие же все-таки есть участки у этой клетки, которые атипично не похожи для нашего организма, и к ним вырабатывать антитела. Вот это соединение, то есть моноклональное антитело, которое присоединяется к нашей раковой клетке, наш онкодозор или текиллер может распознать. Вот это та самая ситуация, которая называется «На варе шапка горит». Вот на Герман Шайча надену плакат с надписью «Моноклональное антитело». Это новый класс препаратов, который сделал рак обыкновенной болезнью. Итак, специальный белок, моноклональное антитело, прикрепляется к раковой клетке. Он умудряется в этом скоплении тромбоцитов найти дырочку, прикрепиться к ней. Дальше как флажок это моноклональное тело высвечивает. Ее тут же видит текиллер. Подходите, убивайте. И он ее убивает. Давайте, бейте. И все. Это лечение, представляете, что это такое? Называют таргетным, целевым. Убиваются только раковые клетки. Здоровые клетки не страдают. До этого единственный метод лечения был убить все, что быстро растет, быстро делится. Вы сами понимаете, и у взрослого человека, например, быстро растут слизистые, быстро растут волосы. Поэтому люди лысели. С этим и связано осложнение химотерапии, потому что химотерапия направлена на разрушение быстро делящихся тканей. В тот момент, когда мы используем моноклональные антитела, они убивают только патологический клон, только заблудших раковых клеток. Никого больше. Конечно, это сегодня решило, например, проблему лечения рака груди, проблему лечения рака толстого кишечника. И сейчас все больше, больше и больше моноклональных антител делают. Поэтому, если кто-то вам говорит, что рак – это приговор, врут. Если это говорят врачи, ищите других. Потому что рак сегодня очень хорошо лечится. Важно, чтобы рядом был знающий доктор. И самое главное, что когда мы начинаем учебу в медицинском институте, мы знаем, человек излечиться от рака может только тогда, когда у нас есть небольшая локализованная опухоль, которую можно удалить и все. Сейчас мы знаем, что и продвинутые стадии рака, распространенные стадии рака можно вылечить. Вот так. Вот с этим оптимизмом мы заканчиваем разговор про жизнь. Вы меня просветили. Просветили? А мы только ради этого и работаем. Спасибо вам огромное. И запомните это название. Моноклональные. Моно-1, клон-1. Убивают только один клон раковый антитела. Самый великий прогресс в медицине и в лечении рака. Сделавший эту болезнь обычной, хронической болезнью, которую можно лечить. Это все про жизнь.